I have ways of blowing things up. Или големов? Как правильно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Первый прототип лунной панели готов к испытаниям. Представители прогрессивно-элифийского металла Аватор оказались на вершине чарта в США. Элифийский металл. Чёрт. Звучит заманчиво. Я бы, наверное, послушал. Это... Я даже не знаю, как что это может звучать. Начинаем день. Поехали у нас... Надо же! Новые сообщения. Ах ты ж ё. Ужин с командой. У тебя там голем? Что за Пикачу? Так. Хорошо. Нравится. Обычное расписание. И что? Рэйчел. Сегодня у меня напряжённый день, потому что нужно уметь к себе прислушиваться. Не забывайте иногда отдыхать. Рэйчел. Ты офигенно выглядишь. Красотка просто. Мьюзик. Прикольно. Так. Лукас. Прошлая ночь была просто жесть. У вас тоже такие бывают? Ты про встречу с Банжи? А, а что-то ещё... Я вот в друзьях кого-то не посмотрел. Ориона добавилась. Дни рождения. Такая прям с гитарой. Прям вся такая чувственная и чувствительная книга. Нет, не только. Не та книга. Нужна вечерняя книга, а не книга рецептов. Что остаётся за барной стойкой? На барной стойке. Пардоните. Можно одолжить зажигалку? Конечно, держи. Спасибо, дружище. Ты кого-то ждёшь? Может быть, не знаю. Может быть, не знаю. Может быть и нет. Чёрт его разберёшь. Эх, жаль, что так знаешь. Закажи что-нибудь, я угощаю. Уверен? Я от такого предложения не откажусь. Конечно. Жаль, что ты в такой ситуации, чувак. Это отличный бар. Так что выпей, а печали оставь на барной стойке. Так же говорят, да? Ха, точно. А, выпьем за отличные бары и неожиданную компанию? Ты сказал такую интересную фразу. А печали оставь на барной стойке. Час ты заходишь сюда за этим? Да, в этом баре хорошо. Бармен добрый мужик, не прогоняет меня, если я чуть переберу. Так что, да. Как думаешь, куда деваются печали, после как мы их тут оставляем? Печали? Интересный философский вопрос. Надеюсь, их уносят куда-нибудь далеко-далеко, и они оттуда уже не возвращаются. А если всё-таки возвращаются? Тогда мы берём себя в руки и заказываем что-нибудь покрепче. А потом ещё раз и ещё, пока печали не сдадутся. Ну, или наши печени. Жизнь у тебя не сахар, да? Типа того, как в той истории про Сизифа и камень. Но что нам ещё остаётся? На, особо ничего. Вот-вот, вот такова жизнь. Я пойду. Приятно поболтали. Может, делай виски, но я будто пообщался со старым другом. Не забудь про человека, которого ты тут ждал. Надеюсь, мы ещё увидимся. Взаимно, дружище, если что, я буду здесь, приходи в любое время. Это ведь ты оставляешь меня у стойки, верно? Оставь печали у стойки на баре. Я считаю, что бороться со своими печалями и со своими проблемами в баре, на барной стойке с помощью зелёного змея, это в крайне неверно и неправильно. Никогда, пожалуйста, не пейте алкоголь, а свои проблемы нужно решать. И чем скорее вы их решите, тем будет лучше же для вас, потому что там работает принцип снежного кома. Надо же! Вчера мне казалось, что в ящике было больше вещей. Или я что-то путаю. Что, блин, нафиг происходит? Кто тырит у меня вещи из ящика? Что за крыса? Посмотрим. Запас полный. Погода подуспокоилась. Какой подуспокоилась? Ливень хуже, чем вчера. Похоже, сегодня отличная ночь для историй. Это нужно произносить с фонариком под своим носом. Галла, привет, мужик. Со вчера не виделись. Нееет! Хайд! Хайд! Я не хочу Хайда. Хайд, Галла, привет. Приятно вас видеть. Как дела в больнице? Ну, нормально. Только я немного устал. Что, опять проблемы с детьми? Нет, нет. Просто, ну, начну с того, что ярость совсем доконала. Ярость? Полнолуния уже наступила? Еще нет, но иногда у меня бывают симптомы перед началом ярости. Симптомы перед началом ярости? А, обычное дело для оборотней. За несколько дней до полнолуния наши тела начинают готовиться к ярости. У нас меняется реакция практически на все подряд. Кого не спросишь, симптомы у всех разные. Болят мышцы, ухудшается аппетит, появляется вялость. Бывает, случаются мигрени, ну и так далее. Это получается типа как месячный для мужиков, серьезно. Ну, то есть, мелочь, но раздражает. Да уж, значит, так себе. Это точно приятного мало. У меня обычно болят мышцы, я еще устаю быстрее обычного. Ну и становлюсь вреднее. Как килограмм майонеза? Может, есть напиток, который мог бы облегчить твои симптомы? Насколько я знаю, нет. Но если кто такой напиток изобретет, то это ты. Мы этот напиток еще с первой части не можем изобрести. Галла, отстань, пожалуйста. Но мне не получится. Блин. Какого фига? Раз галлахад обычно неплохо успокаивает твою ярость, можешь попробовать его и для этого состояния? Может быть. Но думаю, его нужно сделать чуть более расслабляющим. Например, убрать из галлахада кофеин. Сможешь придать ему синий цвет? Я понял. Я не помню, с чего делается галлахад. Чай, молоко, имбирь. Значит, синий цвет. Брать кофеин. Синий чай. Но погоди, в синем чай есть? Чай, молоко, имбирь. Чай, галла. На, держи. Это твой личный именной, зараза, чай. Как тебе вообще такое? Чувак с котиками нянькается. Тут у нас синий чай, тут у нас розовый чай. Я тебя помню. Чай, галла. Держи. Ты, походу, придумаешь название? Походу придумаешь? Нет, иногда над ними приходится подумать. Чтобы название подходило под ситуацию. Такое ощущение, что я заранее знаю, что мы закажем. Считай, это мое шестое чувство. Ладно, проверим, какой оно на вкус. Шикарно. Как раз то, что мне было нужно. Очень приятно слышать. Ну, вот смотрите. Ну, галла умеет объяснить, что он хочет пить. Что за странные взгляды? Что-то случилось? Знаешь? Скажу, как есть. Мне нужна твоя помощь. Моя помощь? Брось. Ничего особо не произошло. Да? Я вчера так вынуждался, что чуть не заснул на работе. Но самое главное, что больше всего страдаешь от этого ты. Хандриешь, дуешься, отказываешься думать о том, как выйти из этого состояния. Я никогда тебя таким не видел, а начинаю беспокоиться. Тебе не о чем беспокоиться. Горишь, а потом... Ты-то говоришь, а потом укусишь восемь... Куксишься восемь ночей подряд. Чужие советы не помогают. Хайт. Я сам еле держусь на ногах. Ты же знаешь, как мне плохо перед приступом ярости. Положу, что вы вчера все-таки пообщались? О, да. После того, как мы пообщались, я пришел домой и увидел его. Попрощались, я пришел домой и увидел его. Он валялся на диване и пялился в потолок. С таким унылым видом, что во всей квартире царила гнетущая атмосфера. Это происходит не в первый раз. В последнее время такие случаи участились. Прошу, помоги мне помочь ему. Я уже на грани. Хайт. Ладно. Мне просто все до смерти наскучило. Я бы точно умер, если бы не это мое бессмертие. Мне почти сорок. И мне еще никто... Извиняюсь. Почти сорок? Я думал, тебе сотни с копейками. Мне еще никогда в жизни не было так скучно. Любопытно. Обычно ты пытаешься создать впечатление, что ты гораздо старше. Сорок по вампирским меркам. Я тебе не скажу, сколько мне лет. По-вашему. Не отвлекайся. Давай сначала решим проблему, а потом посплетничаете. Извиняюсь. Почему тебе так скучно? Хайт. Из-за работы. Что-что? Из-за работы. Эй, не кричи. Меня это тоже раздражает. Понятно. Я не привык сидеть, сложа руки. Но работать моделью уже давно не приносит мне удовольствия. Что, раз ты об этом не упоминал? Ведь планируешь уйти из этой индустрии, да? Угу. На это есть конкретная причина. Просто мода стала такой недолговечной. И это только начало. Люди воспринимали ее иначе. От одежды не торопились избавляться. Так что все должно было быть элегантным, качественно, универсальным. Фотографии из некоторых компаний, в которых я снимался, висели на рекламных счетах месяцами. Я знал, что одежда с них прослужит много лет. В некотором смысле я чувствовал, что у меня зарождается связь с людьми, которые носят эту одежду. Я рекомендовал то, чему было суждено стать частью их самых приятных воспоминаний. Но затем наступила эпоха соцсетей. И все стало одноразовым. Насчет одноразовости не знаю, ребят. Но то, что в данное время у нас существует такой тренд быстрой одежды, так скажем. Люди покупают одежду, носят ее несколько раз. И потом она выходит из тренда или из тикток моды, инстаграм моды. И люди бегут просто покупать себе новую одежду. И это сейчас признанная проблема в мире. То, что люди носят одежду гораздо меньше. Она не успеет снашиваться. И прям, ну, на свалках оказываются миллионы и миллионы достаточно хороших еще вещей, которые можно было бы носить многие годы. Но их выбрасывают просто потому, что они вышли из тренда, из моды. Я про одежду, конечно, но в еще большей степени про моделей. Я участвовал в съемках. Бренд выкладывал фото онлайн. Это привлекало всеобщее внимание на сколько? Минут 10? Затем приходило время следующей съемки, и все забывалось. Стоит моргнуть, и все пропало. О какой связи может идти речь? Разве это не меняется с введением понятия медленная мода и прочего? Да, винтажная одежда снова набирает популярность. Это не может не радовать. Но моя работа становится прежней. А что насчет твоих фанатов? Где подписано столько человек? Ты уже говорил об этом вчера, и мой ответ не изменился. Они подписаны мне, потому что считают меня симпатичным. Приятно, когда тобой восхищаются, но у меня нет с ними настоящей связи. То есть ты хочешь внести более значительный вклад? Наверное. Я бы хотел сделать что-нибудь запоминающееся. И вот с прошлой серии, со вчерашнего дня у нас идет вот этот разговор про то, что хочется оставить свой след в истории. Что действительно повлияло бы на жизнь других людей. Ты ведь в пульсе, что уже влияешь на жизнь других людей вокруг тебя. И что эти люди никогда о тебе не забудут. Это не одно и то же. Может тебе стоит получить образование врача или что-то в этом духе? Тогда бы ты мог по-настоящему влиять на мир. Нет уж спасибо, работа должна быть интересной. Учиться 10 лет, чтобы затем изнурять себя во время 14-часовых смен. Ты перепутал меня с каким-то другим вампиром-трудягой? Есть, с чем мне приходится иметь делов. Да, непростая ситуация. Хайт, не хочешь поразмыслить обо всем этом с напитком в руке? Да, пожалуй. Может дадим гибискусу второй шанс? Дам небольшую подсказку. Добавь в этот напиток с гибискусом побольше пряностей. На тебе гибискус. На тебе пряности. Нет, знаешь что? Гибискус, корица и имбирь. Я не знаю, чего ты хочешь. Я не знаю, чего ты хочешь. Какой тебе... Иди нафиг, слушай. Хайт. Так, так, так. Гала, похоже ты проиграл. Что ж, все бывает в первый раз. Ты о чем? Не важно. Мне не особо нравится, кстати. Ты мне тоже не особо нравишься, понимаешь? Рядом с тобой сидит человек, который может по-нормальному высказать свои мысли. И когда он хочет что-то попить, я готовлю ему что-то попить. А ты, вместе с рогатым чуваком, вот вы вообще не знаете, чего вы хотите. Так, да ладно. Ухуя. Всем привет. 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 Вижу, сегодня у тебя много работы. Привет, Уля. Да, работа есть, и это не может не радовать. Отлично. Это... Очень рада видеть тебя, Хайт. Я хотел извиниться, мне не терпелось с тобой пообщаться, особенно после такого долгого перерыва. Кто что запостил? Лукас. Эй, ребят, что как? Классный пост. Ничего не скажешь. А в результате я все время провела спори с Бейлисом. Ну, тебе, наверное, уже надоели наши перепалки. Все нормально? За ними забавно наблюдать. Кстати, как у вас дела? Ну, я расскажу, но только по слову, как сделаю заказ. Ты же не против? Конечно. Что тебе хотелось? Я провела весь день, выступая на совещаниях, презентациях, так что мне горло разболелось. Что посоветуешь? Однозначно что-нибудь с лимоном и медом. Отлично. Я с радостью выпью что-нибудь с лимоном и медом. Что-нибудь. Гибискус, лимон... И мед. Да, попробуем. Держи. Мед успокоит горло, а лимон может быстрее восстановиться. Спасибо, доктор. Какая вкуснятина. Как раз то, что мне нужно было. Приятно слышать. Моя компания пытается получить крупный контракт. Видишь, блин, у нее неименной чай. Но то, что я ей подал, она сказала, что она хочет, я ей сделал и понравилось. Может быть, ты тоже так попробуешь? Хайт, блин. Так что я вечно на совещаниях. Проверяю, все ли идет по плану. Справляешься? Да, но это большая ответственность. Мне приходится принимать кучу решений. Частично мне это нравится, но бывает тяжело. Так что приятно расслабиться и выпить чего-нибудь теплого. Галла, отвечай на вопрос. Думаю, ты уже понял, что наши с БМ отношения переживают не лучшие времена. Да, Хайт немного об этом рассказал. У вас лучшие времена. Вам просто нужно сделать свадьбу и не развестись. Так вот, последние несколько дней мы не разговаривали о свадьбе и, честно говоря, я только рада. Дело в том, что, я знаю, Бэй хочет как лучше. Он предлагает то, что, по его мнению, мне бы понравилось. И по идее все это должно мне нравиться. Он старается, продумывает детали. Я должна быть благодарна за то, что он пытается мне угодить, но это только бесит. А потом мне становится стыдно за свою реакцию. Я от этого злюсь еще больше, зная ситуация так себе. Конечно, было бы здорово, если бы все мы могли всегда вести себя рационально. А злись только на тех, кто действительно этого заслуживает. Но мир устроен куда сложнее, правда? Да. Мне кажется, тебе нужно попробовать разобраться, что на самом деле так тебя раздражает. Ну, это мне дело, я не уверена. Сначала я думал, что во мне говорит усталость. Так что, что так на меня влияет стресс на работе. Мне всегда было сложно упорядочить личную жизнь. Мне серьезно беспокоит финансовая сторона вопроса. Не хочу, чтобы Бэй потратил слишком много, но он прав в том, что если я приглашу родственников, то придется под них подстраиваться. Пока не знаю, как этого избежать. Мне кажется, что, возможно, основная проблема не в этом. Чем больше ссылок на потенциальные площадки и поставщиков он мне присылает, тем острее я ощущаю, что мы совершаем ошибку. Я не про брак, в смысле, я правда хочу выйти замуж за Бэя, но то, как мы планируем эту свадьбу, не знаю. Я была на свадьбах друзей и много часов разглядывала картинки на свадебную тематику в интернете. Обычно все устраивают большие вечеринки, стильные и хорошо организованные. Приятно приглашать всех родственников, знакомых с работой и друзей. Арендовать банкетные залы и нанимать живую музыку. Ребят, это все бред. В первую очередь нужно, чтобы хорошо было невесте и жениху. Все остальное, как принято и как у людей, все это такой бред. Никогда не ведитесь на это. В первую очередь должно быть хорошо вам. Это ваша свадьба, вам должно быть хорошо. Все остальное идет по борту. Покупать дизайнерские платья и шить костюмы на заказ. Раньше он на все это смотрел, думал, здорово, тоже так хочу. А теперь мне все больше кажется, что это не для меня. Почему тебе не рассказать об этом своему жениху? Вдруг он подумает, что я хочу сдать заднюю. Или сомневаюсь, его способности вложиться в бюджет. Зависит от того, как именно ты скажешь ему об этом, разве нет? Да, но об этом тяжело говорить. Мы много перенесли вместе, вы все знаете. Свадьба должна стать для нас особенным днем, праздником нашей любви. Для Бэя это важно. Оно строится, если ему покажется, что для меня это не имеет значения. Или что я ему не доверяю. Клянусь, вы с эльфом прекрасная пара. Ты слишком много беспокоишься о том, что думают другие. Вот! Неужели я что-то от Хайда нормальное услышал? Ну блин. Вместо того, чтобы прислушаться к собственным желаниям. Ты ведь понимаешь, что самое важное, это чего хочешь ты. Ну, в смысле, вы. Он и она. Ну, в целом, да, понимаю. Но при чем тут это? Как бы ты не хотела отпраздновать вашу... Как бы ты хотела отпраздновать вашу любовь? Торжеством. Так. А кого ты любишь? Кажется, ты его встречал. Он такой блондин с щенячьими глазками. А, хорошо, что ты понимаешь. Потому что у меня сложилось впечатление, будто ты состоишь в отношениях со своими женатыми друзьями. И незнакомцами со свадебных картинок в интернете. А, интернете. Классный перевод, ребят. Ты устраиваешь праздник в честь ваших отношений. Почему тебя так заботишь, что было на чужих свадьбах? Наш особенный день должен нравиться вам, двоим. С языка у меня снял, дружище. Я только что об этом говорил. Оденьте кроссовки и проведите его в бургерной, если вам так захочется. И про бюджет можно будет забыть. Если вы устроите свадьбу в своем стиле, то даже если она будет попроще, то все равно не будет казаться убогой. Я не отказываюсь от мысли о красивом платье и вкусной еде. Славно. Но я тебя поняла. Просто у моих родственников есть определенные ожидания. Они сами так сказали? Нет. Значит, может быть, у них есть ожидания. Может быть, ты сама себе это нафантазировала. Если способ выяснить, то с ними поговорить. Да и разве Беллис не собирается вот-вот присоединиться к твоей семье? У него точно никого, кроме тебя, нет. Я не к тому, что тебе нужно отозвать все приглашения и рассориться с родственниками. Но нельзя ставить их интересы выше своих. Это правда. Теперь есть о чем подумать. Спасибо. Обращайся. Ну это... Ладно, я хотел сказать, что это очевидные вещи, но это очевидные вещи, наверное, с высоты тех лет, которые я прожил. А для людей, которым 20 с копейками, это, наверное, не настолько очевидно. Все мы совершаем какие-то ошибки, когда молоды, потом, когда становимся старше, смотрим на себя в молодости, думаем, какими глупыми мы были. Так что я думаю, что это как раз тот самый случай. Учитывая, что Хайду там 100-500 тысяч лет, когда ты раздаешь советы, то прямо оживляешься. Хайд, подозрительно. Может тебе податься психотерапевты? О, спасибо, что веришь в мне. Я и вправду уже думал о карьере семейного психолога. Но соглашусь с вашей обратной связью. Для такой профессии мне действительно слегка не хватает такта. Ты хочешь сменить профессию, Хайд? Ему надоело работать в модели. Она кажется ему слишком поверхностной, он хочет заниматься чем-то важным и при этом не скучать. Это так, в двух словах. Ну, понятно. Есть вероятность, что работа моделью снова начнет тебе нравиться? Вряд ли. В последний раз мне было весело на съемках лет 20 назад. Что, что-то произошло. Я участвовал в проекте, связанном с капсульной коллекцией одного молодого дизайнера. Она хотела сама снять все снимки. Она сняла студию, притащила туда все наряды, пригласила визажиста, а потом достала старый фотоаппарат прямо в музейный экспонат. Не видел таких 60-х. Дедушки старый черно-серебристый фотоаппарат с двумя объективами. Он похоже выглядел? Да, совсем так, как ты описал. Дизайнер сказал, что ей нравится, как этот фотоаппарат ловит свет. И что с ним дело пойдет медленнее. Так мы сможем лучше друг на друга настроиться. Сначала не придал этому особого значения. Начал позировать, перемещаться по комнате. И понял, что эти съемки особенные. А все потому, что большую часть времени мы просто болтали. Она фотографировала меня раз в несколько минут, если не реже. Это необычно? Да, большинство фэшн-фотографов делают по 10 снимков подряд. Честно говоря, мне было ее немного жаль. Мне показалось, она не понимает, что делает и только зря тратит свое время. Но мы отлично провели время и, можно сказать, подружились. В конце она разрешила мне снять остаток пленки. Я дурачился, снимал все подряд и напоследок ее портрет. Затем она позвала меня с собой в проявочную, чтобы я понаблюдал, как она проявляет фотографии и оценила получившийся результат. Ты всегда был неравнодушен к темным помещениям? Эх, такой уж я. Фотографии вышли невероятные. На них я был действительно похож на себя, понимаете? Я себя узнавал. Но больше всего мне запомнилось даже не это, а заботу, которую она вложила в каждый снимок. Как она обрабатывала каждую фотографию в химической ванне. Как развешивала их, сушила. Ее действия походили на магический ритуал. А ее портрет... Когда она его увидела, то прослезилась. Сказала, что привыкла находиться по другую сторону объектива. И впервые по-настоящему понравилось, как она получилась. Это грустно, скорее. Их, не знаю, что со мной происходит в последнее время. Обычно я не большой фанат подобных историй. Иду с щипательных монологов. Да и ладно. Нет, спасибо, что ты поделился. Думаю, у меня появилась идея. Касательно твоей новой карьеры. Мы внимательно слушаем, Луя. Кажи нам услугу. Да-да. Может, дело в том, что я в последнее время много их вижу. Но, сути по всему, все больше людей решают снимать свои свадьбы на пленку. Потому что, как ты и сказал, пленка красиво улавливает свет. Да, и съемка проходит куда спокойнее. Ну, смотрите. Давайте начнем с того, что абсолютнейшее все аналоговое по качеству будет лучше, чем цифровое. Поэтому люди слушают винил. Поэтому люди фоткают на пленку. Это дольше, это дороже, это морока и все дела. Но если ты умеешь этим заниматься, там, если ты настоящий фотограф и реально умеешь это делать, то снимки на пленку, они будут, конечно, гораздо круче, чем цифровые, как ни крути. Я понимаю, что современные цифровые фотики уже очень далеко шагнули, и можно получить просто нечеловеческие офигенные снимки с цифровых фотиков. И большую часть того, что мы видим, это цифра. Но, да, вы меня поняли. Может, рассмотришь этот вариант? Кто я? Нет, другой вампир, который думает о смене профессии. Луи, мне кажется, я не совсем для этого подхожу. Ну, не знаю, в последнее время я омерзительно сентиментален, но все-таки не настолько. Мне тяжело перенести даже одну свадьбу, что уж тут говорить о нескольких в месяц. Ну, тогда забудь. Не-не-не-не-не, ни за что об этом не забывай. Это то, что тебе нужно, Хайт. Знаю, тебе нравится изображение, изображать из себя бравого и саркастичного парня. Ты ведь действительно сентиментальный. И обожаем общаться с людьми. Что, блин? Я просто как-то... Это не вписывается, ладно. Ты поможешь подружкам невесты разобраться с проблемой, и наговоришь лишнего родителям. А самое главное, дашь этим людям кое-что незабываемое. Они будут смотреть на эти фотографии всю жизнь. Потому что, если это не считается за значительный вклад, то даже не знаю. Ты предлагаешь... Ты предполагаешь, что эти браки не развалятся? Не знаю, стоит ли обсуждать такое при Луи? Все нормально. Я в курсе, что люди иногда разводятся, но... Это же ничего не меняет. Неважно, сколько длится брак. Несколько месяцев или несколько десятилетий. Свадьба. Это все равно незабываемое событие. Я, пожалуй, бы сказал, что это больше женская точка зрения, потому что девочки в нашем мире, они начинают мечтать о свадьбе еще с раннего возраста. Ну, те, кто хотят свадьбу, красивое платье, там, все-все-все. Я бы сказал, что партии практически насчет этого не заморачиваются. Они больше потом хотят, чтобы свадьба понравилась невесте. То, что мы здесь видим, собственно, Бэй и Луя, он старается для нее, потому что для него это не настолько критично и важно. Это, в принципе, скорее всего, отображение общего такого вида в обществе, что для парня свадьба, это, конечно, важно и хорошо, но даже не на десятую долю так же важно, как для девушки. Поэтому я тебе мог бы сделать карьеру в мафии, ты безнадежен. Я уже клюю носом, так что мне пора. Делай, как знаешь, Хайт, какой же ты твердолобый. Только не засиживайся-то поздно, ладно? Да, хорошо. Я тоже пойду, мне предстоит много о чем подумать и много что обсудить. Спасибо и удачи. Надеюсь, следующее приключение у тебя будет что надо. Наверняка. Доброй ночи, Луя. Доброй ночи. До скорого. Доброй ночи. Хайт, хайт, хайт. Ну вот, опять остались мы одни. И правда, настоящие полубочники. Я так и не дождался твоего мнения насчет идти с свадебным фотографом. Это ведь полный бред, да? Вишени принимать не мне, но я не думаю, что это бред. Похоже, тебе понравилось фотографировать на пленку, ты любишь находиться среди людей, разве нет? Да, иногда, но я не романтик. Люди женятся, думают, что это их первый шаг в вечность, но нет такого понятия, как вечность. В итоге все разочаровываются, а затем не хочу показаться слишком унылым. Получается, ты не веришь в любовь? Верю, конечно, но только в любовь определенного вида. Мы можем выбрать человека, которого хотим поддержать, в компании, в которой нам нравится находиться. Это можно делать годами, с друзьями, родственниками, любимыми. Но по большому счету мы все равно остаемся отдельными личностями. Не бывает такого, чтобы две души стали одной. Это неправда. Я уже... Я-то знаю, потому что пытался, и у меня ничего не вышло. И ты жалеешь, что пытался? Нет, наверное, нет. Но я понял, что брак и прочее не для меня. Когда приходит это осознание, то будто обретаешь свободу. У меня появилась энергия для укрепления других отношений, которые приносят мне больше удовлетворения. В то же время, когда я вижу людей, которые искренне верят в брак, решают быть вместе, разделить свою жизнь с другим человеком. Пусть большинство результатов и расстаются. Поэтому есть нечто прекрасное. Ты наблюдаешь, как бабочка слишком близко подлетает к огню, или распускается цветок, для которого не существует тие увядания. Что касается меня, я опалил себе крылья, но я еще здесь. В тот день, в том мгновении, когда я сказал, что мы будем вместе навсегда, я действительно поверил в это. Я чувствовал себя живым. Если тебе знакомы эти эмоции, то ты должен понимать, что любовь хороший повод для праздника. И по моим другим столь ответственный день, это достойное дело. Ты хитрюга. Я слишком устал, чтобы с тобой спорить. Так что я пойду. Как скажешь. Хочу сказать, я оценю наши беседы. Надеюсь, тебе и дальше будет приятно проводить route. Я буду и дальше наливать тебе вековые напитки, потому что ты не умеешь рассказывать про напитки. О, мне здесь всегда хорошо. К тому же... Кто меня добавил? Угадайте, где я. Потому что я без понятия, ха-ха-ха. Луя добавила нам данные о себе. К этому все сводится, верно? Я ощущаю ход времени иначе, чем все мои остальные знакомые. Здорово, что Галла относится к виду долгожителей, но даже он состарится гораздо раньше меня. Мир сто раз поменяется, появится и забудется новая технология, и через сто или двести лет на меня опять нападет такое настроение. Но Луя и Галла уже не смогут дать мне совет, потому что их не будет рядом. Мир не станет меня дожидаться. Но ты никуда не денешься, правда? А ты проницательен, Хайт. Ты уже достаточно хорошо меня знаешь. Будет справедливо, если я немного узнаю о тебе в ответ. Думаю, ты прав. Что ж, буду с нетерпением ждать продолжения разговора. Приятно знать, что сколько бы времени не прошло, мне всегда будет на кого положиться. Спасибо за доверие. Мы высоко это ценим. Мы. Так, подожди. Я узнал о себе, что я бессмертен и что я это мы. Хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Впервые за две части этой игры мне стало интересно, кто мы. Какого фига? Ладно, надо будет просто об этом подумать, я никогда не задумался. Не сомневаюсь. И на этом пойду еще немного пораздражаю Галу. Ориона, ты потерялась? Немного развеюсь. Береги себя, дружище. И ты себя. Вот это неожиданный поворот. Мир не станет тебя дожидаться, Хайд. А некоторые из нас не дождутся. Вот это, блин, очень интересный поворот. Ладно, ребятушки. Думаю, что на этой шокирующей ноте мы будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok